31 число, 6 вечера, а я занимаюсь покраской вот этого замечательного автомобиля. Да-да-да, это снова она. Это та Toyota, по-моему, Mark II, да, она называется, которую я красил летом. В общем, как всегда, я накосячил. Пойдёмся изначально. Изначально ей понравился цвет. Был договор перекрасить. С цветом я накосячил, да. Вот если так смотреть, бампер более такого сочного цвета, это более тёмного цвета. Это раз. Ну, уговор есть уговор, да, бесплатно буду перекрашивать. Вот. Что ещё произошло за момент эксплуатации? Почему-то лезет лак. Почему он лезет? Хер его знает, почему он лезет. В общем, здесь вот он слез. И едем дальше. Ну, вот и видно, да, что ручки такие более правильного цвета, у маздовского. Краска, лак, точнее, слез у меня на... Точнее, не у меня, а на машине, на багажнике. Вот он тут. Плохо держится за базу. Здесь слез. Здесь вот. Здесь, блядь, такое ощущение, что что-то наклеивали. Ну, конечно, косяк есть косяк, но здесь виден подрыв прям. Так, едем дальше. Возможно, сейчас что-то пропущу. По таким местам появлено, что такое грязь. В общем, цвет не совсем правильный. Где-то вот здесь вот было, да, вот. Здесь ещё лак. И где-то, по-моему, то ли на крыше, то ли на капоте. Что-то мне, когда хозяин приезжал, показывал. Эти места мы перегрунтуем. И перекрасим более нормальный цвет. По-моему, где-то на капоте ещё подорвало. Я вроде как надеюсь, что там не подорвало. Но мне кажется, там где-то подорвало. Я уже сейчас не помню. Сейчас она оттает более-менее. Я её только загнал. Что-то такое здесь. А, да, вот на капоте. Вот оно, да, есть место. Обломался я. Вот. Вот он на капоте. Такой вот кусок. Ну и, по-моему, больше нигде. Придётся капот ещё покрасить. Ну что, приступаем. Она сейчас оттаивает. И будем смотреть, что у нас. Ну, даже вот так, да, видно, что капот. Вот такой вот капот. Капот более правильный. Здесь более тёмный. Так вот более видно. Косяк есть косяк. Мой, признаю. По поводу цвета. По поводу того, что лак слезает. Хер его знает. Советовалось. Кто говорит, пересушил. Кто говорит, недосушил базу. Ну, я не знаю. Скорее всего, я вот сам думаю, что всё-таки какой-то косяк с лаком. Вот. Лак был ЮПОЛ. Ой, ХС. Не помню, чё, как. Сейчас уже было. Но пересушить, недосушить я не мог. Потому что я наносил, наносил, наносил. Потом, ну, грубо говоря, пошёл заправлять лак. Сделал лак. За это время она подвстала. То есть, ну, я не завтра, да, лак наносил после базы. А именно вот в течение 20-30 минут летом. Не мог пересушить. И в то же время недосушить это по ходу с какой-то косяк. Всё-таки с лаком. Ну, да неважно, кого это должно волновать, да. Косяк есть косяк. Будем перекрашивать. Красивая машина получилась. Вот такая вот она теперь стала. Хозяину отправлено офигеет. Скажи, что ты сделал? Ну, блин, цена косяка. Косяк мой. Косвенно не мой. Потому что что-то непонятное с лаком, возможно. Но это если в лаке дело. Я не знаю. Кто тут мяукает? Эта сторона у нас ещё глянцевая. Вот. А цена косяка такова, что я сейчас пойду за свои деньги, скорее всего, покупать материалы. Лак, базу, грунт, шкуру. Это минимум. И буду тут колупаться с ней. Несколько недель. Так что не допускайте косяков. По любой вине клиента ты похер. Он скажет, бля, ну я тебе заплатил деньги, да. Я купил материал, я тебе заплатил за работу. Да, пускай мне заплатили меньше из-за этого косяка по цвету. Но, тем не менее. В общем, идея такова. Так как у нас слазит лак, вот. Он слазит с базы. По идее, в базе нет проблем. Ну, если вот так вот думать. Значит, это лак не держится на базе. Значит, нам нужно снять верхний слой лака. Там, где он облез, рядом, где он облез, и везде, короче, по всей машине. Чтобы он потом не облез. Вот так вот выглядит лак. Смотрите. По моему мнению, вот это белое колечко, ну, на примере вот этого места, это лак. Дальше идет красноватый оттенок, это вот сам цвет. Под ним идет грунт. И под ним идет, вообще, двери как бы и машина была зеленоватая. Вот. То есть мы таким темпом, вот видите, да, у нас здесь остается чуть-чуть красненького. Ну, там, где сильнее нужно было. Там зелененькая грунтовочка. Вот здесь вот характерно видно. Вот здесь вот. Вот база, грунт, база, чуть-чуть лак. Вот лак пошел. Единственное, мой косяк, что я здесь два раза перекрашивал одну и другую сторону. То есть здесь получается двойной слой лака. Ну, скорее всего, вот он. Первый слой лака. Когда я первый раз красил его. Потом идет красненькое, видишь, вот это вот, да. Это второй слой базы. Вот это первый слой базы. Красный. Вот это лак. Потом второй слой базы. Ну, когда я пытался добиться цвета. И еще слой лака. То есть мне нужно снять все примерно вот до такого состояния. Или сильнее. Что, в принципе, я и сделал по всей машине. Вот так вот видно это все. Здесь вот я еще не доснял. Здесь кое-где видно, да. Вот это все, это лак. Надо будет пройти его еще разик. Здесь вот чуть-чуть осталось. Крышка у меня полезла. Капот полез очень сильно. Я отсюда вообще все удалил. То есть здесь у меня нету лака. Вот. Ну, в общем, вот такая вот работа. Сам себя наказал. Так, второй день подошел к концу. С каким результатом мы пришли. Ну, так вот, если посмотреть, машина вся красноватая. На ней уже нету лака. Я весь лак с нее снял. Ну, остался лак как бы в таких местах. Вот он лак, смотрите. Белесость, видите? Больше нигде белесости нет. То есть это грунт, это база, это изначальный металл. Будем перегрунтовывать все эпоксидником. Приходил мастер хороший. Посоветовал именно только так и сделать. Все полностью счищено понизу. По периметру багажник. Крышу не трогаем еще раз. Подразобрал, снял фары. Ручки, ну, это я до этого подостоки с резинками. Вон они стоят. Подкрылки отсоединил. Здесь то же самое. Зеркал нету. Ручек нету. Вот отсутствующие эти штуки. Соответственно, составил список, что мне надо купить. Будем работать сейчас по технологии. А, под грунт машинкой пройдем 180-й. 180-й кружочек возьмем. Оденем его на машинку. Всю пройдем машину. Сделаем 180-ю риску из-под машинки. Потом грунтуем. Сушим два дня. Двое суток. И начинаем. Вот мне сегодня пометочки сделали. 320-я полоса вышкуриваем. На брусок ровняем. Потом перебиваем все 400-500 с мягкой подошвой. Ну, так называемая. Я еще, кстати, завтра посмотрю на нее. Не знаю. Вот. И красим. Не знаю. Посоветовали специалисты. Корейский. Корейская Z1. Как бы она идентифицируется в этом. В каталоге. Это паста полировочная. Говорит. Самая лучшая. 3M у нас уже нету. Говорят. Ну, не знаю. Либо Минзерна. Ой. Будем Z1 пробовать. И грунт у нас будет ронал. Ну, в общем, вот такой вот. В общем, все. Загрунтовал я. Полностью перегрунтовал машину. Будем красить капот. Бочину. Вот так вот. Стойку. Капот. Ну, и следовательно, с той стороны так же. Добро избежать всяких нюансов. Сейчас еще капотик подпросядит. До конца высохнет. Не будет полосатости этой. Ну, в принципе, наверное, будет неплохо. Машину я распаковал уже. Частично вот здесь забыл бумажку снять. Так вот она все. Проемы все были заклеены. Все аккуратно, красиво. Так. Аминь. Кстати, помимо. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, я вчера тут все продул, даже поставил экраны, чтобы оттуда ничего не летело. Ну, как бы в условиях гаража. Вот, продул всю машину, пролил ее водой всю... Не совсем это правильно, но это у нас минус все эти вот пыль, которая вот, ну, между вот этими... Ну, короче, вот эти все закоулки. Вот, обеспылил, все обезжирил. Блин, я не знаю, я все сделал, все, что мог. Сам обеспылился, костюм одел. Поменял фильтры, компрессор, видно, на улице там выставил, вон он там стоит. Чтобы здесь ничего, никаких пылин не летало. Новый влаголовитель поставил, я не знаю. Короче, я все сделал, все, что мог. Купил новые материалы все, все воронки, все херонки, вот это вот все, все новое. В общем, у меня вот реально моральная травма. Я боюсь к ней подходить, но пришлось, точнее, приходится все это делать без чьей-либо помощи, как всегда. Вот, ну, так сказать, закаляемся, да, трудностями закаляемся. Ладно, начинаем. Начинаем тачку красить. Со всех сторон все укутано, все закрыто по максимуму. Я лепил вчера целый день ее клею, вот реально целый день. Со всех сторон все укутано, все закрыто по максимуму. Я лепил вчера целый день ее клею, вот реально целый день. Первый слой базы, вот такая вот она, пятнистая. Он уже высох, я его без пылочки прошелся. То есть он абсолютно, вот он, абсолютно сухой. Так, кинул второй слой по всей машине. Делаю перерывы по 20 минут между слоями базы. Все протирается, все сухое. Так, прошел третий слой. Начал с этой стороны, закончил этой стороной. Подзамотовел уже. Наверное, будет последний слой скоро. Так, кинул второй слой по всей машине. Делаю перерывы по 20 минут между слоями базы. Все протирается, все сухое. Так, прошел третий слой. Начал с этой стороны, закончил этой стороной. Подзамотовел уже. Наверное, будет последний слой скоро. Итак, машина в подложке. Ну, назовем его так, или нижним слоем. Готово. Сейчас обеспылкой прохожу. И будем наносить так называемые сопли. Кто их как называет. В общем, я посоветовался с малярами, с покрасочниками, с колористами. Они говорят, лак полез, потому что я не досушил. То есть, формировалась какая-то пленка между последним слоем базы и первым слоем лака. Благополучно. Ну, короче, выходил растворитель, я так понял, как мне объяснили. В общем, вот такие пироги. Начинаем кидать. Продолжение следует... Подкинул первый слой второго номера. Сохнет еще сырой совсем. Так, закончил. Последним номером. Мне остается сейчас все это... Она сейчас подсохнет, перестанет быть вот такой вот яблочной. 20 минут между каждым слоем. База, лак, неважно. Первый слой, второй, третий. Подкладочный красный цвет. Сопли так называемые. Неважно. 20 минут делаю. Перед каждым слоем обеспыливаю. Ну, в общем, все. Сейчас буду готовиться к лаку. Еще раз промоем пистолет. Она сейчас еще пятнит немножечко, потому что только-только я закончил. Еще раз говорю. Немножко... Ксеноновый фонарь немножечко выбеливает цвет. То есть он становится не вот такой вот, а морковный. Ну, вроде как правильный цвет, какой надо у нас получается. Опять же, дневные вот эти вот, они опять его делают морковкой. Плюс камера немножечко искажает. На самом деле он слегка другой. Он такой более маздовский, назовем его так. Так, я закончил покраску. Пыли минимум. Практически ее нету. Ну, что-то какой-то густоватый лак. Хоть он и МС, он все равно какой-то густоватый. Реофлекс я использовал. Получилась такая довольно-таки крупная шагрей. Ее мы чуть-чуть полирнем, и будет все красиво. Тут туман сейчас в камере. Не видно ни хрена. Здесь я только закончил 10, да не 10, 5 минут назад, наверное. Руки как у поросенка. Здесь еще не поднатянулось, поэтому такая. А вот сюда уходим, уходим, уходим. Здесь прямо растянулось. Смотри, какая красивая. Пыли очень мало. Еще раз повторю. Вот такая вот она тачка получилась. Там люди Новый год празднуют уже, а я тут крашу сижу. Ну, мне надо покрасить, чтобы она, например, первого числа, я отдохну, а она первого числа посохнет. Ну, в общем, все, заканчиваю съемку. Покраска завершилась. Надеюсь, все будет нормально теперь отваливаться, лак не будет. Все, покраска завершена. Короче, я начал красить где-то часов в 11. Сегодня в 11 утра 20, господи, какого 29-го, 31-го, под Новый год. Сейчас, в принципе, почти 9 вечера. Ну, получается, сколько я красил? 10 часов. Где-то так. Ну, плюс-минус. У меня башка сейчас не соображает. Вот. Всего лишь навсего целиком машину подготовленную без обклейки. То есть я подошел с краскопультом и закончил. Ну, в общем, вот такая вот работа. И вот такие вот руки. Если еще где-то рука покрасилась, вообще, ну, зашибись. Ладно. Надеюсь, все будет нормально. Всех с Новым годом. С Новым годом.